Фильм. Так. Фильм. Ты хочешь мне последние новости рассказать? Фильм, фильм, фильм. Фильм «Движение вверх» продолжает собирать залы. Его уже назвали самым кассовым в истории российского кинопроката. Действительно, билеты просто не достать. Это история победы баскетбольной сборной СССР над американцами. Она заставляет и смеяться, и плакать. Так что обязательно посмотрите, если найдете все-таки билеты. Актеры фильма в одночасье стали звездами. Среди них исполнитель одной из главных ролей, 28-летний Александр Ряполов. Воспитанник Челябинской спортшколы номер 8. А в выходные он приезжал из Москвы на тренировку в родную спортшколу. Сейчас Александр в Москве в любительской лиге. Ну вот, собственно говоря, вместе с подростками Александр сдавал нормы ГТО, как водится, раздавал автографы. Ну а пригласил звезду его на историческую родину, да? Его, ну скажем так... Наш гость. Наш гость, коллега. Наш гость, коллега, да. Как минимум. Александр, коллега, а наш гость. И сегодня у нас директор баскетбольного клуба «Челлбаскет» Максим Перцев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, ну вот приезд Александра – это своего рода пиар-ход. Для чего он приехал в Челябинск? Отчасти мы хотели получить еще один инфоповод. Это пиар-ход. И мы открывали в эти дни как раз домашние матчи межрегиональной лиги, в которой наш клуб выступает. И поэтому пригласили Александра. Угу. Но вот Александр, он как-то сразу ответил на предложение? Или все-таки уже чувствуется, что он звезда? Уже надо записываться. Да. Нет, там история веселая была. Я ехал на тренировку, мне позвонил Александр. Буквально пятью минутами раньше я разговаривал с журналистом «Комсомольской правды» и рассказывал как раз про Александра. Звонит Александр и говорит, Максим, вот я вот сейчас еду из редакции московской «Комсомольской правды». Мне только что задавали те самые вопросы, которые тебе, а не встретиться ли нам? Угу. Ну, собственно говоря, это обоюдная такая вещь, и Александру, я думаю, тоже она полезна, правильно? Слушайте, ну давайте честно, сами-то смотрели фильм? Я смотрел сам фильм. И как? Мне очень понравился. Любимые моменты расскажите. Ну, любимые моменты, это, естественно, последние три секунды, когда мы победили. Конечно, фильм сумасшедший. Мой младший сын дважды ходил на него. Дважды, да. И еще, наверное, раз ходил бы, если была такая возможность. Максим, вот скажите, после выхода фильма «Легенда номер 17» просто шквал посыпался людей в хоккейную школу. Да, все прям детей вот так в хоккей. Девочки, мальчики без разбора, все в хоккей. Есть ли сейчас такая популярность у вас, у вашей школы? Стали ли записывать детей? Уже случилось, уже случилось, вот поток пошел. Ну, потока пока не было, но отдельные звонки от родителей поступали с просьбой записать детей. Не вовремя, кстати, мы записываем обычно. В начале года, да? В начале года, да. Сейчас конец года, но звонят, просятся. Мы ожидаем все-таки бума. Ну, то есть, давайте еще раз подскажем, если нас сейчас смотрят родители юных дарований, что можем сказать? Что, к сентябрю, пожалуйста, или когда надо обращаться? В мае уже можно, да? Я думаю, да. Я думаю, что в конце года можно уже звонить в спортивные школы, у нас их три в городе Челябинске, и договариваться о том, чтобы их детей включили в группы. Очень важный вопрос, очень важный вопрос. Очень много челябинцев сейчас им задаются. А какова судьба выпускников челябинского баскетбола? Многие ли из них, как Александр, например, попадают вот туда в... Ну, Александр, фильм попал, правильно? А вообще, вот в сборные, куда потом идет распределение, и кто этим, самое главное, занимается? Тренер этим занимается, или должен быть специальный человек, который будет уже продвигать, так скажем, кандидата? Ну, вообще, перспективных детей, перспективных в будущем баскетболистов отслеживают скауты, отслеживают, наверное, лет с 14, с 15. На сегодняшний момент в Челябинской области есть одна команда, скажем так, спорта высших достижений, которая играет в Суперлиге 2, это Динава Магнитогорская. Есть две команды, которые выступают в детской и юношеской баскетбольной лиге, но это возраст 16-17 лет. Но есть наш клуб, который принимает участие сразу в двух соревнованиях. Мы одной командой выступаем в студенческой лиге ВТБ, а другая команда у нас играет в межрегиональных соревнованиях. Поэтому стимул есть, перспектива есть. Дети видят, что есть команды, есть к чему стремиться. Я думаю, что перспектива развития в области баскетбола существует. И вот хочется спросить, так как вы спортсмен, скажите, сегодня у нас крещенский сочельник, тема нашего сегодняшнего эфира. Нырять! Ныряете, да? Я нет, я не рискну. У меня, к счастью, нет тех болячек, о которых вы говорили 10 минутами раньше, но нырять я не рискну. Хорошо, мы поздравляем вас с праздником, тем не менее, и спасибо огромное, Сара, не визит. Спасибо огромное. Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях был директор баскетбольного клуба Челбаскет Максим Перцев. Спасибо за интересное беседу. Ну что, прямо сейчас продолжим говорить о детях и наша рубрика, знаешь, как она называется? Спорт с пеленок? Ну, примерно так. В спорте с пеленок, да.